История евангельского движения в России История евангельского движения в России Можно по-другому вспомнивать название курса История отечественного протестантизма Это, в общем-то, синонимическое словосочетание, родственное по смыслу История отечественного протестантизма Или история евангельского движения в России Наверное, надо будет записать основные пособия Основную учебную литературу Источники Мы этот списочек напишем Вначале такой предварительный, основной А затем, может быть, вы что-то добавите Что-то вам в поле вашего зрения попадет Занесем ведь в этот списочек Потому как, вот насколько я себе представляю Служитель церкви, миссионер На каком бы поприще он ни трудился У него должна быть личная библиотечка Личная домашняя библиотека По разным сферам богословским Систематическое богословие Эмилетика, этика и история Блок истории должен быть И на нашей книжной полочке И вот туда будем подтаскивать Постепенно Набирать то, что попадется нам под руки Но самые основные На что мы можем опираться При изучении данного курса Есть такое старое издание По истории Может быть, кто-то его видел Такой вот кирпич Массивный Называется этот кирпич История ЕХБ в СССР Суперобложка Кто-нибудь видел Эту книженцы? Никто не видел Значит, она уже устарела История ЕХБ в СССР Это самое раннее издание Еще в советскую эпоху Издавалось Десять лет готовили Эту книгу Цензурные рогатки были Очень жесткие Так что многое туда не смогли Вместить По цензурным соображениям Не все источники Тогда были открыты Не все архивы Не очень давно Вышло второе издание Уже в двух томах Две книжечки Называются они, по-моему, так История ЕХБ в России, Украине и Белоруссии История ЕХБ в России, Украине, Белоруссии Два тома Две книги Автор Автор Савинский Савинский С.Н. Сергей Никитович Первый том От начала и до 1917 года Охватывает перевод А второй том С 1917 По 1967 Ну, пожалуй Вот эти два томика Они должны быть в вашей библиотеке В библиотеке колледжа Они не очень большие по объему В основном мы будем Вот на эти две книги Операции Кроме Вот этих базовых Книг есть еще много Разных изданий Ну, например Альманах по истории русского баптизма Альманах по истории русского баптизма Это вы, наверное, видели Это в библиотеке колледжа Я видел Кто составитель этого альманаха? Вы должны этого человека знать Он здесь бывает В колледже Кто? Каретникова Каретникова, да Марина Сергеевна Каретникова Из Петербурга Наша Старейшая Проповедница Не знаю, пророчица ли Но проповедница точно Энтузиаст Подвижник Несмотря на солидный возраст Постоянно в разъездах Это вот истинный миссионер Можно сказать Потому как Миссионерство В классическом понимании Включает в себя Три сферы Это не только проповедь Проповедь — это евангелизм А классическое миссионерство Это проповедь Учительство И медицина Медицина Образование И проповедь Свидетельство Миссионеры широкого профиля Они как раз Вот в трех сферах Работают В медицине В образовании И Непосредственно В проповедь В свидетельстве Марина Сергеевна Одна из таких Миссионерок Она и Кандидат Педагогических наук И историк И ловок Служитель церкви В таком В хорошем смысле С молодежью Работает С детьми С подрастающим Поколением Несколько выпусков Уже было Альманах По истории Русского баптизма Первый выпуск Второй Третий Штамп Публикуются Тексты Оригинальные Статьи наших Основателей Отцов-основателей Воспоминания Мемуары Всевозможные И я думаю Что вот этот сериал Он периодически Будет выходить Есть популярные Книги На них тоже Надо обратить внимание И занести их В этот список Проханов И.С. Проханов В котле России Кто видел эту книгу? Не видели, да? Не, не видел Не видели Не видели Надо обратить внимание Написано В живой В популярной В доступной форме Любой ребенок Может читать Эту книгу Еще Такая авторша Есть Она как раз Одна из первых Ивановских христианок В России Из Аристократических Кругов Княжна Софья Ливин Софья Ливин Софья Ливин Духовное пробуждение в России Духовное пробуждение в России Это тоже очень популярная вещь Популярные мемуары Можно Очень-то же легко читать Детям В том числе Это сам Свидетель тех событий Первых Очевидец Есть Современники наши Которые активно работают В сфере изучения истории В Москве Член Центральной Московской Баптистской Церкви С 92-го года По-моему И В. Отберезский Отберезский И. В. Игорь Витальевич Книга его Быть протестантом в России Быть протестантом в России Это, в общем-то, тоже Книга по истории Там есть большие разделы Связаные с возникновением Деваминского движения Это один из таких солидных авторов Что он доктор филологических наук Он ведущий научный сотрудник Института международной экономики И член Баптистской Церкви Кроме книг по истории У него выходят книги И по Каким темам? Христианство, политика, например Христианство, культура Христианство и право Юриспруденция Христианство, бизнес Это наш современный автор Он разрабатывает темы Исторические и современные В то же время Это все, как мы говорим, верующие авторы Но иваньским движением Занимались и светские историки тоже На их работу тоже интересно Обращать внимание Почему? Полезно иногда на себя Посмотреть со стороны И вообще от этого надо учиться Одно из положительных качеств Христианин Уметь взглянуть на себя Со стороны Что о нас думают люди Не церковные люди Светские Один из старейших авторов Еще вот с той эпохи коммунистической Это Митрохин Митрохин Лев Лев Митрохин Митрохин Недавняя его книга Называется так Баптизм История и современность Баптизм История и современность Он начинал писать Книги на эту тему Еще В 50-е годы 20-го века Недавно В одной из своих статей Он сделал такое признание Что баптизм Это моя первая любовь Первая моя юношеская любовь Романтическая Первую статью Баптизм Я написал В 1956 году Вот такое признание Сделан Митрохин Но если сравнить То, что он писал Советская эпоха И то, что он После перестроечный период Стал писать Резко отличается Вещи отличаются И по содержанию И по форме Конечно, в нем Сохранилась еще Та закваска Большевистская Коммунистическая Проскальзывает Но Многое уже Пересмотрела Ну вот Может быть На первый случай Хватит Можете, правда Еще мои записать Книжки По истории Одну из них Брат уже упомянул Называется Стопы Благовестника Это О В. Г. Павлове Жизни и труды В. Г. Павлов Еще книжка О Проханове Называется И. С. Проханов Страницы жизни Кто из вас Что-то предложит Вот в этот список Дополнения Есть у вас Я читал Какой там Счастье Затерянной жизни Счастье Потерянной жизни Да Тоже большой Исторический Фактологический Материал Это Храпов Н. П. Храпов Счастье Потерянной жизни Но эта книга Написана В жанре Христианского Романа Христианский Роман Храпов Даже получил Усыскание В свое время От Крючкова От лидера Наших Лизористов И. Баптистов Когда Эта книга Стала выходить Еще В подпольных Изданиях Синька Была написана Ручков На одном из Совещаний В своей церкви Сказал Оуу Не совсем К лицу Это Николай Петрович Пастырю Роман И писать Ну почему же Если роман С таким Христианским Зарядом С такими За это Дело Может Пастор Церкви Азиат Вроде Если Бульвар Роман Пишет Христианский Я думаю Что это Вполне Не допустим Это То Чего Как раз Не хватает Поддержите ТВС Молитвой И финансами Не рассчитывайте Что пожертвует Кто-то другой Так думают Многие И хорошие проекты Перестают существовать Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти на сайте www.tvseminari.com Вот еще Что надо Отметить Мы с вами Свой Курс Начинаем В особый Такой момент Этот год У нас Юбилейный 2007 Какие у нас Юбилеи Выпадают На этот год Кто подскажет Круглый Да 140 лет 140 лет Евангельско-баптистского Движения В России На сей год Пришлось Так что Данный курс Будет иметь Такое практическое Применение У вас Я думаю В местных церквах Можно провести Специальные собрания Там семинары Конференции Молодежные Какие-то Акции Приуроченные Вот к этой дате Число Ну если уж число То Тогда это получается 20 августа 20 августа 1867 год Первый баптист Из русских Был крещен По вере 20 августа 1867 года В Тифлисе В реке Курья Кто у нас был Первый Крещеный По вере Проханов Нет Не Проханов Никита Воронин Никита Воронин Бывший Малаканин Малаканский Пресвитер Потом Принял Баптистское Веросповедание Он считается Первым Баптистом Из русских Тифлиси Тифлиси Баптисты В Российской Империи Были И до этого Но это были Привалтийские Баптисты Немецкие А из российских Никита Воронин Сам Первый Тифлиси Редактор субтитров Корректор А.Егорова